Где он? Где он? Где он? Где он? Где он, я тебя спрашиваю? Ой, кто он? Он в шкафу. Сто процентов в шкафу. Милый. Где он? Шматья-то набирала. Где он, я тебя спрашиваю? Кто он? На балконе. На балконе. На балконе он. Где ты? Нету. Так, где он, где? Сашенька, кто он? Под кроватью он, да. Сто процентов. Есть. Сейчас я, сейчас я его достану. Сейчас. Сашенька, не надо. Что не надо? Как я, по-твоему, его достану? Кого его? Кого? Пульт от телевизора. Через пять минут финал Лиги Чемпионов. А вот это вот? Чего такое? Это чё, я спрашиваю? Ой. Моё. Аааа. Твоё? Ааа. А кто играет? Барселона и Ювентус. Ооо. А ты за кого болеешь? Я? Ага. Я за... 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 за наших. Ю-В. 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 Форста Ю-В. Форста Ю-В. Аааа. Аааа. Эх, погнали болеть! Там уже составы объединили. Жду тебя! Давай! Я с телевизора. Мишинка, вообще-то у нас на сегодня были другие планы. А ты не говорила, что у тебя муж. Болельщик. Патруль 015 на связи. Задержали одного подозреваемого. Остальным удалось скрыться. Продолжаем поиски. Ну что, где твои дружки, а? Я что-то не урубаюсь, мам. Какие дружки? Я шелся тихонечко домой. Тут вы налетели. Виу-виу-виу-виу-виу-виу. Это что такое? Мои права нарушены, эй. Ну что? Да. Все твари, я бегал. И спрятались. Блин! Муж звонит. Мне надо раньше быть дома. У нас сегодня семейный ужин. Ага, их еще часа два. Ну да. Отличная тема, мам. Сделай громче. Да еще. Давай, Либузунь! Громче, громче! Блин, что сказать ему. Что, музыка нравится? Шикарная тема. Слушай, а я мечтал бы. Диджеем. А ну куда? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Так, да-да-да, мы все там музыки. Смотри, смотри. Пошли, пошли, пошли. Руки, лестрички. Давай-давай-давай. Ручки поднимай. Давай-давай-давай. Ручки поднимай. А ну-ка, собрались. На землю все ложись. А ну-ка, собрались. На землю все ложись. Давай-давай-давай, прослежьте мне диван. Шикарная туса! Заходите. Здравствуйте. 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 Тут такое дело, мой муж забрал не того ребенка. Да ладно, что ты начинаешь, нормальный пацан. Не переживайте, сейчас оформим возврат. Что значит возврат? Какой возврат? Это не наш ребенок. Верните мою дочь. Вы понимаете, у нас элитный детский сад. Мы должны делать все по закону. Сейчас оформим анкету. Вот, пожалуйста, возьмите. Хорошо. А причина возврата? Что писать? Ну, по какой причине возвращаете? По какой причине? Не подошел. Ага, значит, упаковка целая. Смотрю, вы ребенка не переодевали? Не-не-не. Ага, 14 дней еще не прошло. Хорошо. Браво богу, нет. Да, на что будем менять, на деньги или на ребенка? Конечно, на ребенка! Ага, хорошо. А чисто теоретически, какая там сумма? Я тебя сейчас убью. Вот, пожалуйста, верните теперь нашу дочь. Ну, сегодня я не могу этого сделать. Завтра, когда дети вернутся, мы вернем. Ну, что значит завтрак? Где моя дочь? Ваша дочь? Да. А, ваша дочь у Пешкиных. Все, мы едем к Пешкиным. Подожди, это те Пешкиные, которые на Лексусе ездят? Да, это они. Слушай, у них же три квартиры в центре. Ну и что? Да пускай дочь хоть день поживет нормально, по-человечески. Ну, их же там и домашний кинотеатр, и домашний зоопарк, и бассейн, ну. А что? Пусть нормально поживет. Ну, что же, мы решили, придем завтра. Завтра. Ага. Да уж. Пожалуйста, ваше пиво. А, спасибо. Хорошего вечера и удачной охоты. Ну, вы понимаете, о чем я. Да, я вас прекрасно понимаю. Цепочка у вас просто отменная. Вон, взять хотя бы ту. Лицу, перси, здесь, дыньки, тут, арбузики. Я бы на этой овощебазе затарился бы по полной. Ну, ты понимаешь. Я прекрасно понимаю. А как вам вот это? Ага. Вот это? Здесь булочки с корицей. Здесь свежие батоны, такие горячие. Я бы... Я бы там приготовил пару холдогов. Вон, вон, посмотри. Настоящая принцесса. Популь. Ой, популь. Привет, Лёша. Простите, что я опоздала. А вы что, уже познакомились? Папа? Это Лёш. Лёша? Это Михаил Петрович, мой папа. Я так рада, что вы уже официально познакомились. Пап, не волнуйся, сейчас мама уже подъезжает. Ещё наберу её. Приятно познакомиться. Булочник. Взаимно. Фермер. Так, ну, начальник, соображай давай быстрее. То есть, если я вас правильно понимаю, вы гражданка Филиппова. Хотите внести залог, чтобы освободить свою подругу, да? Совершенно верно. Верно, верно, верно. Ты, Скворцова, помолчи пока, а? Так что, начальник, мы договорились, а? Ну, теоретически это возможно. А практически? Вот тут подпиши. Оп. Молодец. Всё, давай бабки. Какие бабки? Ну, залог. Начальник, ты ж не понял. Залог я. Она, она. А? Чего? Что ж ты такой тупой? Смотри, она выходит, я захожу и сажусь в залог. Мы как бы... Зачем? Та ёк, Макарёк, у нашего прокурора сегодня юбилей. Она его постоянно обслуживает. И она стопудово должна сегодня быть. Там такие, держи. Ой, там бабки нереальные. Первый и последний раз. Путаны по обмену. Ой, начальник, рожу сына, назову твоим именем. Эй, я тебя сейчас закрою за попытку угрозы. Сотруднику правоохранительных органов. Давай, дуй. До свидания. Спасибо. Филиппова, подъём на выход. Филиппова! Левский шохер! Тихо, тихо. Собирайся, поехали. Куда это? В магазин поедем. Мы там с женой холодильник один выбрали. А зарплаты пока нет. Так что мы тебя в залог оставим на складе. Переночуешь, а потом с квартала вернётся. Мы тебя на неё поменяем. Доченька, здравствуй. Здравствуй, доченька. Денег нет. А нам деньги не нужны, доченька. Ой, мама, я тебя умоляю. За последние два года вы только для этого и приходили ко мне. Ты как с матерью разговариваешь. Ладно, мама, извини, я не хотела. Между прочим, мы тебе принесли вот это. А ты? Откуда они у вас? Вы же никогда в жизни не работали. Вы только у меня забираете деньги. Давай не будем. Мы с папой эти деньги накопили. Если бы не мы, ты бы потратила их на всякую ерунду. Да. Папа, мама, спасибо вам большое. Теперь я смогу бросить эту работу и пойти учиться в университет. Боже упаси. Выкатывали эти деньги, чтобы ты сделала себе нормальные сиськи. Что сделал? Ну, нужно сделать что-то новенькое, потому что уже перед людьми, ну, как-то неудобно. Подождите, я хочу себе высшее образование. Ну, на кой тебе это высшее образование? Ну, вот, получишь ты этот диплом. И что? Куда ты его? На полку положишь? Да. Или шкаф подопрёшь? А они, они всегда с тобой. А там, где они, там и скидки, там и угощения, там и наливают, и место уступают. Я бы сказал, это один большой плюс. Даже два больших плюса. Дураки, вы бы лучше квартиру купили. Понимаешь, рынок недвижимости на сегодняшний день очень нестабилен. А вот рынок сисек стабилен всегда. Знаете что? Ничего я делать не буду. Сами себе делать из сиськи. Ничего я не буду менять. Доченька, а деньги куда? В жопу! Нет, ну, можно, конечно, и туда. Но сначала я бы всё-таки сделал сиськи. Она взрослая, сама всё решает. На троих. Вот так фунчик добавляю. Хорошо, хорошо. Слушай, ставь себе ещё бутылочку вискаря. Да легко, легко. Сейчас, вискарь. Вот, смотри. Вот так. Хочете пива зарисовать? Конечно, давай. Вот так тебе ещё. Вот так. Хочете. Молодцы. Всё, давай, отправляй на печать. На печать? Да, штук пятьдесят. Пусть весь офис обзавидуется. А-а-а, вот она. М-да. Весь офис уже видел, а она всё никак не заходит. Да, если она не зайдёт до конца вечера, нам придётся издавать отчёт. Так, я не поняла. Вы что, опять бездельничаете? Вы всё сделали, что ли? Мы не бездельничаем. Мы как раз работаем. Выполняем личную просьбу Игоря Николаевича. Игоря Николаевича? Нашего генерального директора? Да. Ну и что это за просьба, о которой я ничего не знаю? Между прочим, это очень важная просьба. Да? Игорь Николаевич нас лично просил скинуть ему фотку, где мы на выходных с ним отрываемся вместе. Вот фоточка. Вы что, реально дружите с Игорем Николаевичем? Да мы не просто дружим, мы с ним вот так вот. Эй! И между прочим, мы вчера с ним отрывались в клубе. С девчонками! Игорь Николаевич с девчонками? Мне казалось, что уже весь офис знает, что Игорь Николаевич любит мальчиков. Мальчиков? То есть это он карандаш, что это мы с ним... Весь офис знает. Так, значит так. Ты в полотене? Я в плановый. Извините, да. Ну сейчас. Где я придурки? Что может быть лучше? Игорь Николаевич на троих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Совесть его снял, знаете. Совесть. Давай отвали-то. Что? Что? Вы еще... Заскнулись там все! Вы еще набираетесь наглости. Наглость. Здравствуйте. Что случилось? Вот именно. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Что случилось? Это вот. Вот. В таком виде приперся в детское дошкольное учреждение. Я за ребенка пришел. Пришел? Я его лично на себе два этажа нес. Уснул там на ступеньке. Я остановился и отдохнул. Подождите, я вас вообще в первый раз вижу. Раньше за ребенком мама приходила? Да. Мама тоже есть у нас. А как зовут ребеночка? Коля. Коля мой сынок. Коль у нас три штуки. Фамилия есть у Коли? Фамилия сложнее. А, так такая же, как у меня. Да. Наверное. Вы посмотрите. Мало того, что человек не помнит фамилию собственного ребенка, он еще сомневается, отец ли он ему. У вас, как я не завидую вашей супруге. Он прям с языка снял. Ой. Подождите, объясните мне, пожалуйста, как вы вообще в таком состоянии могли прийти за ребенком? Вот именно. Так это ж ради него все. Как это ради него? Я-то его на лицо не очень запомнил. А он меня должен узнать. Ну, трезвым он же меня никогда не видел. Вот. И нарядился для него. Мама! О, мой сынок! Это ж Коля. Коля. Коля! Сынуля! Ничего себе, я тебя рожу срел. Да, не фонтан. Я такое платье в классе третьем. А, нет, в садике носила. Нет, простите, я не понимаю. Ну, конечно, ты не понимаешь. Как же тебе понять-то? Говорю, под малолеточку косишь, да? В цветочек носишь. Сделаем, пожалуйста, секс на пляже. Конечно! Секс на пляже! Любимый коктейль проституток! Естественно! Проституток, что вы сказали? Я говорю, факт. Такой вычитала в интернете. Правда, интересно. Вы знаете, не очень. Чего ко мне пристали? А я смотрю, сидишь тут одиноко, скучаешь. Ждешь, наверное, кого-то, да? Не Сергея или нет? Сергея. О, боже, какое совпадение! А ты, наверное, Света, да? Света? Света, классные сиськи! Да, Джима, обычные сиськи. Вот и я говорю, обычные у тебя сиськи. Шла бы ты домой, Света, по-добру, по-здорову. А что здесь происходит вообще? Вы кто такая? А я жена Сергея, которая очень любит читать чужие СМС-ки. Так вот, Светочка, иди домой, чтобы не испортить сюрприз Сергею. Какой сюрприз? Какой сюрприз? А вот такой большой сюрприз! Извините, до свидания. И ты тоже, Сергея, сюрприз не испортил случайно. Давай свой секс на пляж. Что вообще нереально ничего сделать? Увы, Яночка, самолет теряет высоту. У нас утечка топлива, до аэропорта вряд ли дотянем. Прости, Яночка, мы сделали все, что могли. Пойди, попытайся успокоить пассажира. Да. Лева, лева, двадцать. Есть лева, двадцать. Вы знаете, у нас пассажиры такие крутые оказались. Я им сказала, все как есть. Правильно, так и надо было. В общем, они информацию восприняли нормально. А только одна женщина попросила в Элидул, у нее сегодня день рождения. Иди, Яна, работай. Закрылки. Нет, закрылки максимум. Опа, папа. Ту-у-у-у-у-у-у. Яно, доложить остановку в салоне. Короче, все круто. Но чтобы пусик закончился, пришлось переходить на вискарик. Это именинница запивает Валидол виски. В общем, звучат тосты. Я прошу прощения. Все просто интересуются, как она называется? Бум. Так иди уже. Все, на. Равняй, равняй. Равняю. И на себя. Вот сейчас. Ты, Женя, давай. Хорошо. Молодец. Яна, что с тобой? Я не хочу последнюю минуту встречать в рабочей одежде. Ай, не надо, Яночка. Дочка, удалось нам выровнять борт. Теперь дотянем до аэропорта. Точно. Иди, обрадуй пассажирам. Молодец, Женя, молодец. Ну что, Яна, как пассажиры у вас приняли радостную новость? Эх, вы такой праздник испортите. Вот я вам скажу такое. Они, конечно же, эти люди выживут. Но в глаза друг другу они уже смотреть не смогут. На троих. Папа, что уже случилось? Доченька, большое горе произошло, знаешь. Папочка сказал, я не могу сидеть на шее у нашей дочери. Я хочу работать. Пошел на стройку и упал. И говорит, я хочу увидеть свою дочь в последний раз. Привези меня в ночной клуб. Вот я и привезла. Папа, ты же в последний раз работал, когда у меня был первый день зарплаты. Возьмите, да, на лекарство. Спасибо, доченька. Мы купим на это все, подорожник приложим, все затянется. Возьми еще. Мне надо идти работать, помогать дочери. Папа, я тебя прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты больше никогда не будешь работать. Обещаю. Доченька, папа не просто упал, он упал на Поршко ел. Папа, а ты не мог на Жигули упасть? Папа. Вот вам. Еще денег. Спасибо, доченька. Мне пора идти работать. Береги себя, папа. Выздоравливай. Удачи тебе. Ну и долго мы будем этим заниматься? Каждый раз, когда тебе нужно будет идти в баню с мужиками. А мне нужна будет новая шуба. Слышь, ну ты сравнила баня, пиво и шуба. Слышь, давай ты в следующий раз будешь сидеть в этом кресле. Я сейчас кому-то что-то сломаю, а ты всю жизнь будешь сидеть в этом кресле. Ты меня понял или нет? Верок, ну что ты не читаешь? Да, Верок, Верок. Да, что ты меня распрекалываешь? Молодой человек, приходим в себя. Молодой человек, приходим в себя. Что со мной? Где я? У вас родился сын. Поздравляю, вы присутствовали при родах. Да, да. А да, точно, у меня же сын родился. Сын. Я на камеру все снимал. А ну-ка. Молодой человек, приходим в себя. Что со мной произошло? Я вас поздравляю, у вас сын родился. Сын, точно. Я же на камеру. Полежите спокойно, я сейчас приду. О, здорово. Здорово. Что, тоже на родах присутствовал? Смотрю, а? Ой, а что это у тебя гипс? Видно, сильно обрадовался и упал, да? Да, там скользко. Что ж я, я не вижу. Слушай, у тебя мальчик родился? Нет. Нет? Девочка может? Двойня, что ли? Ну ты. Да? Девушка, девушка. Да. А кто у него родился? Мальчик или девочка? Кто-нибудь что-то лежит и мычит. Кто? У него, у него никто не родился. Он снимал на видео день рождения депутата. Ваня. Ну как бы, с днем рождения. Спасибо. Здорово, начальник. Иди, кабанчик, присаживайся. Вот, на допрос просится. Кабан, ну что у тебя в камере не сидится-то, а? Признание хочу сделать. Совесть совсем замучила. Давай, кабанчик, вот, бумага, ручка, пиши. Да не торопи, начальник. Разговор не детский будет. Серьезный разговор. Давай. Сигаретки не будет? Кабан, ну ты оборзел вообще. Ну дай ему сигаретку. На, кури. Благодарочка. Так, давай, какой разговор, что, куда, чего. Короче, собрались мы как-то с пацанами. Зажигалочка не будет? Дай ему зажигалку. На, зажигалку. Так. Ну, собрались. Э-э, кабан, ты не гони, это подарок. Спасибо. Короче, собрались мы как-то с пацанами. Собрались с пацанами. Какими конкретно, имена, фамилии. Собрались с пацанами. Так. Блин, не могу, что кунг-урлу подходят. Есть что-то выпить. Кабан, ты оборзел вообще в конец, что ли? Ну, налей ему. Да что значит налей? Да налей ему все. На. Я же тебе не анекдоты сюда пришел рассказывать, начальник. Там история пацанячая. Ну, кабан, ну ты как... За пацану. Ну, давай, кабанчик, выпили и рассказываем. Давай. Короче, собрались мы с пацанами. Так, собрались, ну. И кто-то говорит, может нам и сейчас телок вызвать. В смысле, тебе? Можно и вам, как хотите. Ты, ты, ты... Может, Скворцовой позвоним? Да, Скворцовой. Ты идиот, что ли? Какой Скворцовой? А чего? Ну, я могу и не рассказывать. Нет, нет, кабанчик, подожди. Сейчас мы все организуем. Класс. Спасибо, Скворцова. Кабанчик. Спасибо. Ну что, рассказывай, ну, все? Да, спасибо вам, менты, за все. Спасибо. Хорошо. Э, Скворцова забыла. Передай ей по-братски. Спасибо. Пока. Что значит пока? Кабан. Что? Собрались вы с пацанами и... Выпили, покурили и разошлись мирно. Ты ж хотел честно признаться. А, да. Ну. Признаюсь честно. Камера так кисла. Без Курева, бухла и тела. А у вас классно. Спасибо, пацаны. Что? Яночка, тебя сегодня ждет незабываемая ночь, пока твой Саня на работе. Саня сегодня выходной. Ты... Извини, мужик, я... Это... Я... Я не хотел. Вернее, я хотел. Ой, я... Я пойду. Стоять. А? Никуда ты не пойдешь. Ага. Что-что? Я специально подгадал нашу встречу. У меня к тебе серьезный мужской разговор. Ага. Женечка, я дома. Ага. Милый. Саша! Я все объясню. Конечно, объяснишь. Как хорошо, что мы все вместе собрались. И поэтому я предлагаю обсудить семейный бюджет. Что? Вопрос номер раз. Яночке нужна шуба. Предлагаю нам скинуться. Почему? А потому что ты практически живешь с нами. Я согласен. Отлично. Этот вопрос закрыт. Вопрос номер два. Я считаю, что Яна начала слишком много тратить. А почему ты ей начала слишком много тратить? Я тоже заметил, Ян. Голосуем. Кто за то, чтобы Яна меньше тратила? Хорошо, я буду меньше тратить. Вопрос номер три. Так. Вот тут уже дилемма. Яне нужны сапоги. Ага. А я считаю, что нам нужнее плазма. Ваши предложения. Ну, конечно же, в доме важнее плазма. Что тут думать? Молодец. Голосуем. Кто за то, чтобы купить плазму? А почему это вы все без меня решаете? Потому что кто деньги зарабатывает, тот и решает. Правильно он говорит. И вообще, я считаю, что она нам вообще не нужна. От нее только одни расходы. И шубу покупать не надо. Да, и мы с тобой можем на рыбалочку, и на охоту. И в Турцию, если что. Вы что, совсем охренели? Что? Так. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Яну исключить из семьи? Я? Практически единогласно. Так что собирай свои манатки и вали к своей чертовой бабушке. Иго ты. А сексом вы друг с другом заниматься будете, а? Предлагаю, чтобы Яна продолжила заниматься. Сексом, с Александром и Евгением. Кто за? Единогласно. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова